Да, кстати, надо к жаре-то выучить, а то... А, ну я выучил. Хотя давайте вторую жару выучим. В принципе, с холодными странами мы, по идее-то, разобрались. А вот южные что-то пока еще как-то не прут. Бразилия пошла. Меня заметили. Точнее, заметили уже давно, но Россия начинает более-менее, хоть как-то какими-то там непонятными темпами осваивать разработку нового лекарства. Но пока только Россия. Пока только Россия. Да и ученые постоянно кашлят в своей пробирке колбы. Ну и поэтому у них ничего не получается. Так, очень много зараженных рейсов пошло. Особенно в самолетах люди уязвимы. Тесные все эти салоны. Не способствуют здоровью, скажем так. Так, 1% есть, но это пока... Это пока не серьезно. Пока это очень не серьезно. Потихонечку начинаем заражать все. Олимпиада очень, кстати, подошла. Очень, кстати, сейчас будет во многих странах заражение. Есть. Хорошо. Очень хорошо. День осведомленности о болезни ПАКС-12. Благотворительные организации проводят день осведомленности о болезни ПАКС-12, чтобы ускорить поиски лекарства от этой болезни. Ну офигеть. Теперь чё? Поздравляю. Санитарный надзор. У нас еще куча незараженных стран. Темп, конечно, растет, но... А, блин, уже полномасштабная разработка. Начинается. Надо что-то делать. Так, снижаем скорость исследования. Не-не-не-не-не, я успел. Дурацкая Африка, а? Не хочет заражаться. Все уже заразились. Африка не хочет заражаться. Просто отказывается. Саудовский оровец закрывает сухопутные границы. Поливать. Поздновато там уже. Думай, думать. Пора летальность повышать. Пускай все понемножку дохнут, я не знаю. Ну и заразность повышать. В том числе. Есть. Блин, очень быстро. Очень быстро идет изучение лекарства. Перестройку заказываем. Допустим. Потратился непонятно на что. Пакс-12 мутирует необъяснимым образом. Я тоже понажимал все необъяснимым образом. Ученые пытаются понять, что стало причиной внезапной мутации болезни Пакс-12. Таз заявляет, что это замедлит разработку лекарства. Ну, триньдец просто. Я там понажимал все, и оказалось, что я сделал суперкруто. Теперь весь мир участвует. Я никого не хотел убивать быстро, алё. Вы что там, упоролись все, что ли? Симптом чихания мутировал. Там даже такой синдром-то не видел. Я даже не знаю, что еще. Эпилепсия. Подавление иммунитета. Заражение лимфоцитов подавляет иммунную систему и вызывает мутации. Может быть, смертельно. Мутация? Хорошо. Окей. Что-то я чувствую, я не успею никуда. Если я сейчас срочно перестройку не сделаю. Нифига не случится, блин. А перестройку я просто не успею сделать. Не успею я набрать еще один из очков. Никаким мраком вообще. Да, это все. Это все. Сосранка. Ладно. Заново. Сложность, вот видите. На суперсложность я не представляю, как там надо играть. Ну, блин, это все Гренландия. Это меня Гренландия подставила. Надо было нафиг не экспериментировать особо. Ладно, погнали. Делаем то, что делали в предыдущий раз. Распространение по воздуху и кашель. Только сначала будем распространение по воздуху делать, а потом уже кашель. А то, что нам кашель-то без заражения по воздушным путям. Блогеры требуют оплату своего труда. Группа блогеров недовольна своими условиями и хочет, чтобы читатели платили за их труды. Общество их полностью поддерживается. В кавычках. Так, по воздуху. Ну и ждем, пока у нас сколько там накопится очков. А, ну уже можно. Хорошо. И кашель. Все, получаем двойную пользу. Так, второе там по воздуху можно изучить. Да, давайте второе по воздуху изучим. Поперло так неплохо. Теперь к холоду и к жаре надо. Изучить устойчивость. Отлично. Поперли кораблики. Белые, красные кораблики, белые кораблики. Медицина тормозит заражение. Так, изучаем это. Неплохой темп уже 20 миллионов к началу 2015 года. Я думаю, в принципе, с таким уровнем заразности медицина особо тормозить заражение не должна, хотя тормозит. Хотя тормозит. Не надо мне синдром сыпь, пожалуйста, всыпать сейчас. Где оно? Нет, нет, нет. Спасибо, не надо. Ладно, устойчивость к лекарствам. Так уж и быть. Давайте, заражайтесь там. Неплохо, неплохо, блин. Не успеваю, нифига. Как себя Гренландия будет последней, я чувствую. Исландия подперла. Гренландия все еще нет. Никто туда не плавает. В принципе, обычно из Норвегии туда суда выходят. Норвегия пока еще не заражена. Так, Китай, Афган готов. А, здесь Центральная Азия. Афган еще пока не готов. Новая Зеландия. Теперь уже Афганистан готов. А, нет, был не Афганистан. А, нет, готов. Теперь готов. Ну, Гренландия, ну, гипернотеатр, давай. Вышевеливайся там. Это нечестно. Афганистан празднует фестиваль любви. Доперли, доперли. Просто докатились. Что-то еще скажешь. Где моя Гренландия, черт возьми? Где моя красная Гренландия? В конце-то концов. Алло, гараж. Пора заражаться. Что Россия не спешит как-то никуда. Вот как это понимать? Почему? Почему? Вот почему? Вроде не настолько холодно в России. Европейская чеба. Вон вообще где. Кусок. Вот где кусок. Вот где кусок. Ну что, очень холодно там, что ли? Такое ощущение, как будто вот здесь вот живет 99%. Вот даже вот здесь вот. 99% населения. А здесь 50 человек, которые постоянно вот ходят между собой. Там 50 человек и остаются зараженными. Или как будто вот здесь плюс 30, а здесь сразу же минус 50. Через границу переходишь и все. У тебя там лютый мороз и отмерзает и отпадает уши сразу же через минуту. 5.25. Отстаньте со своей сыпью. Что она хоть прибавляет? Кожа покрывается болезнями волдырями. Слегка увеличивается скорость распространения инфекции. Хорошо. Ладно. Уговорили. Пускай будет. Не будет же Гренландия из-за этого закрывать порты. Правильно? Ладно. Россия вроде поперла. Ну, алло. Ну, кто-нибудь там, а? Что-то китайцы на друг друга слишком неактивно как-то кашляют, судя по количеству зараженных. Олимпиада снова в Лондоне. Ну, может быть, сейчас хотя бы Гренландия заразится после Олимпиады-то. Последняя здоровая страна, насколько я понимаю. Не, что-то фигище. Центральная Европа, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Прибалтики. Ну, круто им, че. Что-то не то совершенно творится. Но я уже два... Две штуки устойчивости к холоду изучил. Какого черта? Еле-еле. Устойчивость к лекарствам. Все есть. Видимо, россияне тоже очень неактивно на медведей кашляют. Ни одного корабля в грёбаную Гренландию. Просто ни одного. Все про неё забыли. Там вообще кто-нибудь живёт? Может, там никого же заражать-то не надо? Там все вымерли. От холода, может быть. Бессонница мутирована. Давай, блин, заражайся. Зимбабве! В Зимбабве начата работа над лекарством. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-вай, блин, утик. Триньпес, а? Придётся, я не знаю. Ладно, потрачу немножечко. Хорошо, так шебысь. Заболел президент США. Несмотря на доступ к лучшим лекарствам, президент подхватил болезнь ПАКС-12. Неясно, сможет ли он оставаться у власти. Хорошо. Осталось прикончить президента США. У нас будет полная тотальная паника и, возможно, ядерная война.